Снимок 1941 года. Выпускной класс Орликовской школы Чернянского района. Большинство уйдет добровольцами на фронт. Оставшиеся будут угнаны в Германию. В 1942-м каждый третий местный ученик станет астарбайтером. Это одна из самых недосказанных историй времен Великой Отечественной. Трагедия русской и даже, можно сказать, детской рабочей силы на немецкой территории. В большинстве случаев это были действительно мальчишки и действительно девчонки, потому что сохранились документы на всех этих людей. И некоторые юноши, девушки, они были в возрасте 16, 17, 18 лет. Средний возраст, конечно, был где-то в районе 19-20 в год. Некоторые сведения рассекречены сравнительно недавно. Другие до сих пор закрыты. Во многих источниках говорится о 5 миллионах угнанных советских граждан. Десятки из небольших сел, тысячи из городов и районов. Только в одном маленьком Чернянском районе на работу вот таким образом было угнано около 5 тысяч человек. По одному городу Белгороду без района это 1600 человек. По Грайверну 1200. Сейчас это требует еще глубокого большого исследования, потому что у нас что-то порядка 36 тысяч фильтрационных дел сохранилось. Это вот те дела, когда люди вернулись и как раз вот передали свои документы, оставили свои анкетные данные, рассказали, каким образом с ними это все произошло. Марии Александровне Швец было 16 лет. В тот страшный день плакали все, от мала до велика. Их посадили в вагоны, заперли и к каждому вагону поставили вооруженного солдата и повезли. Пить не давали же, ничего не останавливаясь, долго очень ехали. Она говорит, я не помню, на какой станции остановились. Выпустили нас, а там дождь прошел. Она говорит, мы выскочили, подол в платье. Говорит, оторвали у девчонки, у кого глину эту, вот что землю. Говорит, ну, в эту тряпочку, влагу вытягивали, вот так хотела спеть. Ну, воспоминания тяжело было. Десятки воспоминаний угнанных в Германию односельчан, собранные учениками и учителями Орляковской школы, начинаются одинаково. 1942-й. Район оккупирован. Фашисты бесчинствуют. За малейшее неповиновение – расстрел. В Чернянке гитлеровцами организован лагерь для пленных. Сегодня здесь расположен храм Успения Пресвятой Богородицы. Но во время Великой Отечественной войны этот адрес и это место наводило ужас на всех чернянцев. Большие дворы, промзоны. Вот прямо именно здесь до отказа были заполнены военнопленными, а также подростками, которые впоследствии будут угнаны в Германию. Спустя время жители установят поклонный крест. И здесь тоже у этого памятника мы также в дни 9 мая, в дни начала войны, и мы тоже совершаем за упокойную их литью, где вспоминаем всех тех, кто были умучены, тех, кто в годы гонений вот этих вот пострадали. Поэтому это место особое. Как и память, которую местные передают из поколения в поколение. О тех событиях и судьбах, о непомерной работе, страхе, голоде и единственной мечте – вернуться домой. Возьми в руки и вспомни обо мне. То есть бабушка была грамотная, она закончила 7 классов, у нее образование было. Эта фотография сделана в Гамбурге незадолго до Победы. На ней Маша Белоусова, жительница Чернянского села Волотово, насильно увезенная в Германию, выдержавшая около трех лет тяжелейшей работы на немецком заводе. Люди, которые вернулись оттуда, лоялись, как сказать, огласки, что были в лагере. В то время было это очень сложно пережить. По возвращении домой астербайтерам пришлось пройти через фильтрационные лагеря. Но они не сломались. Наоборот, взялись за восстановление родных сел и городов. Потому в Орляковской школе сегодняшние ученики ставят фото угнанных Германию наряду с солдатами Великой Отечественной. И уверенно говорят, они тоже герои. Екатерина Равенских, Клеп Лыгерев. Такой великий день на мире Белогорья.